Мы же сегодня все витязи. Витязи, мечтающие о том, чтобы наше Подмосковье было по-настоящему красивым, большим, задорным. На большом льду подольского витязи еще более многолюдно, чем обычно. Но сегодня здесь не играют в хоккей, решают дела государственные. Спорт уступил место в политике. Самый главный вопрос дня – выбор кандидатов от партии на предварительное голосование. И мы понимаем, как важно принять верное решение. Ведь от того человека, кому мы доверим свое слово на выборах, будет зависеть судьба нашего региона, благополучие жителей Подмосковья, развитие экономики, реализация социальных проектов, благоустройство и в целом лидерство нашего региона. Праймарис или предварительное голосование для «Единой России» уже традиция. Такая система использовалась, например, на выборах в Госдуму. Сначала из всех претендентов выбрали самых-самых, потом за них голосовали избиратели. В этот раз все будет точно так же. Кандидатов в пять. Они абсолютно разные по возрасту и профессии. Но стремление укрепить статус Подмосковья и сделать все, чтобы регион остался в числе лидеров, есть у каждого. В нашем зале врачи, учителя, люди, которые работают в социальной сфере и ухаживают за тем, кому нужна помощь. Здесь наши ветераны. Здесь очень много людей, которым не безразлично, что происходит в наших маленьких и больших городах Подмосковья. Все кандидаты в кандидаты должны изложить свою политику кратко, четко и доступно. Рассказать обо всем, что хотят сделать на благо Подмосковья в случае победы. Александр Толмачев, например, это депутат и слуховиц, стремится вовлечь больше молодежи в развитии региона. Зажжем новые звезды. Напомним всем, что если кто-то решил расслабиться, молодежь наступает на пятки. Сопредседатель регионального штаба Общенародного фронта Александр Лысенко ставку сделает на усиление социального блока. Без социальной стабильности, без прочной социальной инфраструктуры, без здоровых и работоспособных людей не может быть устойчивого развития нашего региона. Демография, здравоохранение, образование, культура, жилье и комфортная городская среда, занятость и уровень доходов населения являются ключевыми элементами современной социальной политики. Депутат Госдумы и одна из самых опытных подмосковных политиков Валентина Кабанова считает, что выбранные курсы есть лучший путь лидерства. Нужно его слегка подкорректировать и удерживать высокую планку. И самое главное, что нужно для этого сделать, создать новые производства в промышленности, в сельском хозяйстве, для малого и среднего бизнеса, создать высокотехнологичные новые рабочие места для молодежи. Роман Володин, член Президиума областной торгово-промышленной палаты, призывает активнее поддерживать малый и средний бизнес. Последним свою программу представляет действующий губернатор Андрей Воробьев. Лидерство это значит быть лучшим в здравоохранении, в образовании, иметь лучшие дороги, подъезд или дворы. Конечно, всегда есть чему стремиться в этой жизни. Наша дальнейшая задача сделать Подмосковье по-настоящему сильным. Сильным это значит мощная экономика, это значит большие возможности и то, о чем здесь говорили наши коллеги, высокие заработные платы и просто достойная работа. Наша задача сделать Подмосковье здоровым. Это то, что хочет каждый из нас. Ту цель, которую поставил наш президент. Все, что начали делать, продолжат. Обещания выполнят в этом уверены члены партии. Те, кто со своим выбором кандидата на предварительные голосования уже определился. Сказал, сделал, сказал, сделал. Вот такие руководители нам нужны, которые говорят и делают, и не болтают языками. Я очень счастлив, что я сегодня здесь рядом с вами. Для меня это огромная честь, Андрей Юрьевич. Андрей Юрьевич живет интересами региона. Не понаслышке. Я вижу его все время с людьми, с молодежью, с ветеранами. Встречи в парках, на улицах, во дворах – это непростая задача, поверьте мне, выходить к людям и нести перед ними ответственность. Но он всегда принимал с честью любой вызов. Мы сегодня приехали именно поддержать губернатора действующего и надеемся, что дальше область доверит ему на выборах. И он станет губернатором Московской области от партии «Единая Россия». Сделано много. Он уже сказал сегодня об этом. Надо сделать еще больше. Решить, за кого отдать голос на предварительном голосовании, подмосковные единороссы должны в течение 10 дней. Дата Х – 9 июня. В этот день в здании Мособлдумы состоятся праймарис. По итогам этого голосования партия выдвинет своего кандидата на пост нового губернатора Подмосковья. Ксения Казакова, Алексей Золотарев. Для РТВ.